Да вы сидите. Простите, что вторглась так посреди занятия. Это нормальная практика. К вам и замотделение может зайти посидеть, и завуч. Вы просто имеете это в виду. Вызываю сомнение. Нет. Просто вы новый педагог. Мы за старыми периодически присматриваем. Это входит в наши обязанности. Вы методичку пролистали? Да, конечно. Ну, как вам школа наша? Как атмосфера? Хорошая атмосфера. С коллегами уже познакомились? С кем-нибудь? Кое-с кем. Поверхностно. Мне кажется, вам нужно быть поосторожнее. Вы когда-нибудь работали в женском коллективе? Вы примерно представляете себе, что это такое? Наверное, не очень. Это сплетни, интриги, лицемерие. Каждая мечтает подсидеть коллегу, оговорить ее, подставить. У них же вся жизнь проходит здесь. Лично этой жизни почти нет ни у кого. Вот эта нерастраченная энергия здесь и выливается. В музыкальной школе, в детской? Это женщины. Они везде одинаковые. Любая женщина видит другую соперницу. Любая. Они будут улыбаться вам, кокетничать с вами. Но вы никогда не будете знать, что у них внутри. Я уже не говорю, что с ними происходит, когда в женский коллектив приходит молодой, привлекательный мужчина. Как они сходят с ума, как они начинают плести вокруг него свои сети. Вы оглянуться не успеете, как окажетесь в их лапах. Ой, извините, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Павловна. Добрый день. Я тогда попозже зайду. Ну, вот что и требовалось доказать. Вы же понимаете, я надеюсь, что можете стать жертвой Надежды Михайловны. Не первой, заметьте. Я ее, конечно, могу понять. Женщина в разводе, одна растет ребенка. Это непросто. Нужна поддержка, мужское плечо. А у нас тут мужчина раз-два и обчелся. Вот каждый становится мишенью для таких охотниц. Ну, да, бывают романы. Там, голову снесло. Можно влюбиться ей в охранника. Была у нее такая история. Но нужно же понимать, где ты находишься. И подруга ее, та еще штучка. Вы вчера, я заметила, поближе с ней познакомились? Ну, что значит поближе? Ну, как поближе? Мы просто отметили день рождения Надежды Михайловны. Учтите, Арина Сергеевна очень непростая женщина. У нее и друзей-то в коллективе нет толком. Ну, кроме как Надежды Михайловны. И личной жизни нормальной нет. А все из-за ее характера. Эго. Эго. Вот самый страшный грех. Это я только к тому, чтобы вы были осторожны. А если возникнут малейшие сомнения, вы посоветуйтесь сначала со мной. Субтитры создавал DimaTorzok